Всем воскресного дня, а я коротко и о главном. Итак, клиночки полностью изготовлены. Обушки там, насечка, шлифовку еще одну прошли, более мелкую, по лезвиям, ну и не только по лезвиям, по огушкам, везде. Сейчас, секунду, свет включу. А нет, свет был просто так, получилось. То есть вот стандартный вариант, да? Стандартный. Ладно, пока фокус поймается, полдня пройдет. Второй клиночек, видите, наверное, шлифовка мельче, матовая, но мельче. Вот так вот порезал огушок. Вот так вот елку сделал. И сверху, и снизу. Хорошо цепляющаяся такая штука. Ладно. Сейчас, быстренько, обзорчик такой проведем. Стандарт. Не стандарт. То есть елка с поперечными. Так. Нет, пока еще нечего сказать по новшествам. Следующий. Классика. Так. Где же из них там? Не этот ли был? Нет. Да, пропустил я первый клиночек. У него оксидированная насечка. Оксидированная, то есть она не поддается ржавчине. Забыл сказать. Дальше. Следующий клиночек. Был покрыт золотом. Весь, кроме лезвия. Видите, наверное, еще в отверстии золото. В общем, оставил я вот только насечки. Покрытые золотом. Все остальное нафиг стер. Сошлифовал, то есть стер. Это тоже было с светлым лезвием, с золотым обушком. Все было хорошо. Все сошлифовал. Сошлифовал, кроме насечки. Пускай насечка будет золотой. Иначе будет цеплять ржавчина. В общем, что с золотишком-то? С золотишком то, что я так понял, что оно хорошо цепляется на металле. Только что шлифованным, еще горяченьким таком, чтобы прямо, да, держится. Но не настолько сильно, как хотелось бы. Вот опять возьму этот клинок. Я его сильно тряпкой тер. И он потихоньку начинает стираться. Настолько тонкий слой. То есть, что получается-то? А если я его шлифовал и там, и там, то есть, я же со мной его руками трогаю. Я не могу его не трогать. Он все равно залапывается. И золотишко так не садится, как хотелось бы. Плотно, не въедается. Пробовал его мелом обезжиривать. Там вообще фигня. Пробовал раствором специальным обезжиривать. Фигня. Только после шлифовки. Вот только горяченький. Берешь прямо с пастанка. Бульк. Да. Золото прицепилось. Как, к примеру, и на тех же самых насечках. Допустим, оно почему прицепилось? Потому что оно свеже сделанное. Прямо вот только что сделанное. Я его начал купать. Ну, поэтому насечка схватила как следует. В общем, расстроил меня этот вариант. Но я до конца, так вообще, прямо, как говорится, не отрекаюсь от этой ерунды. Буду еще думать, пробовать. Как-то раствор все-таки есть, купленный уже. Но на данный момент разочаровал по полной программе. Прямо. Прямо вот сам себе даже сказал. Блин, большой, а все еще в сказки верю. Ну, ладно. Будем думать и гадать. Как нам золотом покрывать. Ладно, проехали. Вот, на сегодня это все. Вот, в общем, резные бушки. Теперь у меня золоченые отверстия с насечками. И более тонкая шлифовка. Это все, что у меня сегодня по работе смог сделать. Все время потратил на это золочение, на эти тесты. Да. По клинкам все. Теперь впереди оправы. Посмотрю, что тут у меня, из чего вообще их сделать. Тоже вообще даже не задумывался. У меня сегодня была цель позолотить. Прямо красиво, правильно позолотить. Все. Вот. То есть, следующий мой этап будет это изготовление оправ. Поэтому я вам, скорее всего, уже просто покажу готовые бритвы. Да, по готовым бритвам. У меня есть пару слов от себя. То есть, уже в очередной раз один из заточников, я сейчас имен называть не буду. И все хорошо знают этого человека, который в очередной раз отказался заточить. Не, отказался. Он заточил мою бритву. Опять отдали ему вот оттачивать. И он сказал, что больше мне бритвы, вот этого мастера, не приносите на заточку. Ему не нравится то, что они очень жесткие. Камушки природные. То есть, много хомутни. Нет интереса. Я, конечно, понимаю, что сырье точить. Что с твердостью там 60 с лишним единиц. Вот в этих бритвах 62 единицы, к примеру. Естественно. Но, то есть, у тех, у кого имеются мои бритвы, и те, кто сами не затачивают, смело обращайтесь в заточнику Александр Бадулай. Прям набирайте даже в поиске, набирайте вам лучше в ютубе. Александр Бадулай. Он затачивает любые бритвы. То есть, он не боится браться за любую работу. Он берется уверенно, со смыслом, с подходом. Ему по барабану какая твердость. Он все равно сделает так, как надо. Он уже затачивал мой клиночек. Да, говорит, жестковат. Но что теперь? Так задуманно. Ну, заточил не хуже других. То есть, все шикарно, все отлично. Так что, если... То есть, у вас какой-то спотыкач возник с каким-то заточником. Я не говорю про всех. Нет, не все отказываются. Но вот есть такие индивидуумы, которые вот давно уже неровно дышат к моим клинкам. И поэтому, пожалуйста, набирайте. Александр Бадулай, заточник. Все. Заточит любую бритву. Хоть она стеклянная будет, хоть алмазная. По барабану. Так что... Милости просим, как говорится. Что ж... А у меня пока... Все. Больше сказать нечего, показать нечего. Растворчик у меня золотистый, конечно, подрастроил, честно сказать. Ожидал я от него более мощного вот этого въедания в сталь. Более... Более такого крепкого, такого крепкой посадки этого золота. Ну, что ж... Я и воронить как-то воронил, помню клинки. Воронение тоже не вот как, чтобы держится. Тоже зашаркивается быстренько так. Так что... На сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания.